Всем большой привет! Часто меня девочки просят показать мои запасы наборов. У меня их, конечно, немного, но пошуршать всегда приятно. У меня было такое видео несколько лет назад, полтора года назад я снимала. Но запасы поменялись, что-то прибавилось, что-то убавилось. И всегда интересно посмотреть наборчики. Давайте вместе сделаем такой экскурс. Я заодно потрушу свои коробки, сделаю небольшой обзор, посмотрю, что у меня к чему. У меня наборы разделены на две группы. Это моя вип-коллекция, скажем так, Dimensions и другие производители подобного класса. И другие простые всякие наборчики. Начну я сразу с Dimensions, всеми нам любимого производителя. Вот как они у меня были в пачке, так я и буду вам их показывать. Наборы Dimensions всегда показывать сложно, потому что очень сильно бликуют и отражают. Ну вот в руки мне попался первый набор. Это Душа розы. Великолепнейший сюжет. Сейчас его вышивает Сусанна. Я наблюдаю с большим предвкушением, потому что меня тоже когда-то ждет эта вышивка. Она у меня есть в моих запасах. Чудесный, прекрасный вот такой дизайн. Девушка в саду. Красота. Нитки, посмотрите, какие красивые. Да, вот у Dimensions очень-очень приятно переворачивать набор и рассматривать ниточки. Они аккуратно их вот так складывают. Есть также золотая ниточка. И палитра представлена от спокойных бежевых и есть немножко ярких оттенков. То есть все, что в душе угодно, все здесь в этом наборе есть. Самое, конечно, красивое здесь это парчевое, роскошное платье девушки. Шикарное. Так, такой наборчик. Еще один набор покупала я очень давно на сайте Dimensions, на их официальном сайте. И когда покупала, я не знала, что это вышивка на ткани с напечатанным рисунком. Вот так, посмотрите, есть там рисунок. Это было два набора с такой техникой. Один я уже вышила. Ничего в этом страшного нет. Красиво все получается. И меня ждет еще один набор вот этот отшить. Обязательно буду вышивать. Меня не пугают эти напечатанные кресты. Вышивка в три, сложение ниточки. Люблю я вот такие зеленые оттенки. Зимний сюжет. Красивый очень здесь фон получается. Такой зеленоватый, прозрачный. Не знаю даже, как его описать. Нравится мне представленное оформление. И я очень-очень люблю птичек. Поэтому это мой сюжет 100%. Просто к нему я жду свое время и вдохновение. Ну, как всегда. Еще один набор, приобретенный на официальном сайте Dimensions. Это вот такие ангелочки. Одно время они были раритетом. Потом их снова выпустили в производство. Не могу сказать, что меня особо трогает этот набор. Но он был по какой-то большой акции, скидке. Я его брала, скажем так, прицепом. Но вот, когда получила и взяла в свои руки, знаете, расстаться потом с таким набором просто невозможно. Я думала, может быть, кому-то подарю. Еще что-то как-то. Но когда держишь в руках и смотришь на эту красоту. На эти цветочки проработанные. На эти красивые личика. То все. Думаю, что мне такой набор тоже надо. И вышивать я его тоже хочу. Да. Такие нитки. Вышиваются на белой конве. Да, почему-то кажется, что здесь какая-то голубовато должна быть основа. Но она чисто белая. Вот, посмотрите. Ниточек кажется немного. Хотя, может быть, они есть немножко и внутри. Не знаю. Красивый, хороший наборчик. Голуб коллекшн. Всеми известные балерины. Великолепный дизайн. В отшиве смотрится, конечно же, как настоящая картина. Здесь без комментариев. Вот эти их не юбки, пачки. Перспектива в сад. Теплый летний день. Солнышко играет в листочках. И девочки вот сидят на пороге и готовятся. Вот завязывают свои красивые туфельки. Проработаны очень интересно волосы. Очень красивая картина. Конечно, каждая рукодельница, которая любит Dimensions, не может остаться равнодушной к дизайну с балеринками. Хоть один, да, найдется. Так у меня. Наборчик очень тяжелый. Мне кажется, внутри есть много ниточек. Вот снаружи представлены оттенки, да, на планшетках. Но чувствуется руками, что внутри там очень-очень много ниточек. Тоже сложенные и вдобавок будут использоваться обязательно. Красота. Вот так люблю любоваться нитками. Класс. И еще один наборчик, приобретенный на официальном сайте Dimensions. Тоже по какой-то очень большой скидке и акции. А нет, простите, нет. Не на сайте Dimensions, а на сайте, по-моему, Stitch World. Если я правильно произношу. Там тоже проходят какие-то акции время от времени большие. И поэтому я его тоже брала прицепом. Но он мне очень нравится. Здесь такой ангелочек и малыш. Такой момент, когда малыш засыпает. И ангелочек охраняет бережно его сон. Мне нравится круглая форма в вышивках. Мне кажется, круглая форма придает особенное какое-то очарование. На темно-синей конве. Это вышивка, так сказать, не для слабохарактерных. Ниточек вроде бы немного. И вроде бы не толстенький наборчик. Но там вот что-то выглядывает. Хвостики, наверное. Не знаю. Это не Голд коллекция. Поэтому ниток здесь должно быть не очень много. Но вроде бы по дизайну кажется, что не очень много. Но дизайн очень-очень красивый. И в отшиве будет смотреться на темно-синей фарме просто сказочно. А вот всем известный кот Фредерик. Кот-литератор. Забрался в книжке и спит себе сладким сном. Дизайн разработан по картинам Чарльза Высоцки. Известный художник. Нам, рукодельницам, полюбились его разработки, вышивки по его дизайну, по его картинам. И этот наборчик у меня не просто так в руках. Мне его подарила моя подружка рукодельная Виктория, которая живет в Харькове. И она мне в подарок прислала этого кота. Поэтому он у меня еще связан вот с такими теплыми воспоминаниями. Всегда вспоминаю Викулю. Спасибо тебе, дорогая, за подарок. Обязательно вышью и повешу рядом где-то с книжной полкой. Потому что мы с мужем любим читать. Особенно муж. Он прям по книгам сходит с ума. Вот будет у нас такое дополнение. Маме сказали, что не показала нитки. Конечно же, черная канва. Конечно же, конечно же. И вот такие ниточки. Казалось бы, тоже очень мало. Может, что-то есть внутри. Не знаю. Две планшетки. Нитки очень такие спокойные. Цвета не яркие, не выбиваются. Еще один наборчик Dimensions, не Gold коллекции. Покупала уже я его в России на сайте MyBombin. Видите, я даже помню, где и как я покупала каждый набор. С каждым набором у меня связана какая-то своя история. Как-то увидела эту картину в отшиве и влюбилась прямо с первого взгляда. Вот эти цветочки шиповника на темной канве. Они так реалистично смотрятся. Проработаны вот эти вот сердцевиночки. Есть вот эта птичка. Но больше мне цветы, конечно, затронули, поразили. И я сразу бегом искать этот набор на просторах интернета. Нашла на сайте MyBombin. И тогда была какая-то супер, супер на него скидка. Очень дешево его купила. И буквально это предложение провисело 2-3 дня. Эти наборы там все расхватали. Шикарный получается отшив. Вот, и здесь взберут свои очереди. Тоже на черной канве буду вырабатывать такой, скажем, характер вышивальщицы. Посмотрите, какие красивые цвета. Вот такие розовые, красноватые. Уже сзади на черной канве все это. Ой. Все, откладываю, откладываю, откладываю. Переходим к следующему. Вот, влияние Ютуба. Познакомьтесь. Леопард. Голд коллекшн. Давно снял с производства. Смотрю видео Светочки Левшуновой. Привет тебе, Светлана. Как она показывала своего леопарда. Посмотрела и сразу поняла, но мне тоже он нужен. Очень сильно. И меня особенно почему-то впечатляет то, что если вот чего-то нет, то мне обязательно надо. И опять же, в интернет искать, где их находится, у кого можно еще купить эти наборы. Нашла на сайте Бабушкино Ремесло. Стоил очень дорого, но меня это не остановило. Так хотелось мне его займить в свою коллекцию. И этот красавец у меня есть. Набор очень толстый. Вышивается на Аиде 14-го аккаунта такого кофе с молоком цвета. Ниточки представлены на планшетках такие спокойные, зеленоватые. Вот есть такие коричневые, красненькие. Но внутри точно есть много ниток. Он очень такой плотненький. Вот красавец моей коллекции. Люблю вышивать животных. И еще одна моя прелесть, моя красотка, моя девочка. Хотела вышивать ее в этом году, но из-за столько всего, что у меня накопилось, я решила оставить ее на следующий год. Мне здесь нравится конва. Она такого желтоватого цвета. И очень красивые нитки. Розовые, фиолетовые, голубенькие, зелененькие, такие нежные, такие красивые. Очень красиво смотрятся эти цветочки в отшиве. Прямо, ну вот, реалистичные, супер. Единственное, когда буду вышивать, я не буду вышивать крылья. Не хочу никаких ангелочков, мне не надо. Вот, девочка. У меня будет просто красивая девочка. Ну а здесь, чтобы не было пусто, я пущу вот какую-нибудь веточку цветов. Здесь еще сделаю, вот так сбоку. И все будет хорошо. Да? Ну скажите, красиво тоже будет. Правильно? Вот так. Вот, моя хорошенькая девочка. Какая она красивая малышка. Так, еще один наборчик. Gold Collection. Ну, здесь не нужно никому ничего рассказывать. Этот набор уже вышел получастников Ютуба. И еще неизвестно, сколько тысяч человек его вышли, которые не снимают видео на Ютуб. Это, конечно же, северное сияние. Потрясающая проработка. Вот, одним цветом, синим, казалось бы, одни оттенки, синие. Но как живо, как настоящее. Чувствуется холод, чувствуется мороз. И скрип снега под ногами. Прекрасный сюжет. Теплый, красивый домик. Вышивается на конве цвета Dawn Grey. Нитки вот такие, конечно же, синие. Ну, есть еще и теплые оттенки чуть-чуть. Ну, внутри не так очень много вот чувствуется, да. Ну, все знаете, его сто раз открывали, показывали. Не буду много рассказывать. Есть и у меня этот сюжет. Лет через пять, когда про него все заботятся, я его буду вышивать. Потому что сейчас глазами наелась, пока не хочется. Хотя вот хотела вышить его прям срочно. Но, видите, немножко перебила у меня скомину. И еще один наборчик Gold Collection. Это олени. Это моя любовь. Олени, красота. Снег здесь так проработан. Теплый, зимний, прохладный день. Солнышко светит и поблескивает на снегу. И олени проделывают свой путь, свою дорогу. Остановились немножко осторожно и устремили свой взгляд куда-то. Наверное, там затаился, может быть, фотограф, который фотографирует живую природу. Или, может быть, лесник. И они затаились. Посмотреть, может, это опасность. Их подстарегает. Очень красивые носики, глазки у них, хвостики. Очень люблю оленей. И этот сюжет мне нравится намного больше, чем летний. Он более реалистичный, более живой. Летний он какой-то нарисованный, игрушечный. А этот просто супер. Супер-супер. Вышивается на белой конве. И, посмотрите, вот представлены здесь на планшетках коричневые нитки. Но там, наверное, внутри очень-очень много белых. Белые, белые, белые. Белые, серые, всякие разные. Потому что у нас зима. У нас зима, соснежный лес. Вышивать белым по белому тяжело. Но у меня есть опыт. И когда картина нравится, все можно преодолеть. Итак, наборчики Dimensions мы все посмотрели. Остается у меня еще несколько наборчиков, так сказать, вип-коллекции. Но я так их себе определила. Посмотрим и их. Хочу начать вот с вервака. Это мой единственный набор вервака. И, наверное, нет, не единственный набор вервака, но единственный набор скатерти. Очень мне понравились эти чашки в планах на этот год. Но уже не знаю, не знаю, что получится в этом году, не получится. Делала обзор, показывала. Посмотрите, какие яркие красные нитки. Очень красивая здесь идет ткань. Не белая, а вот такая молочного цвета. Мне это нравится. В планах когда-то вышить и украсить, конечно, свою кухню. Такой красивой скатерочкой. Очень приятно будет пить чай, кофе с какими-то вкусняшками. И украсить стол вот такой скатертью верваку. Еще у меня есть два наборчика парных. Вместе буду показывать. Это Maya Encore, Maya Collection. Вот такие два наборчика. Я за ними гонялась, гонялась и наконец-то нашла. Первый набор называется Oriental Study. Восточная тематика, статуэтка, вазочка, орхидейка красивая. Много бэкстича. Такая проработка очень детальная. Мне нравится этот дизайн проработки фирмы Maya. Красивые ниточки. Часть на планшетке, часть в моточках. Есть также металлик. И очень красивая канва молочного цвета. Мне нравится такая канва. Это, так сказать, мини-наборы коллекции Maya. Вот как у Dimensions есть Петиты, так и у Maya. Только размерчик здесь побольше. По-моему, 25 на 25 сантиметров. Где-то я смотрела. Да, 25 на 25 сантиметров. Такая более-менее хорошая картинка. И второй дизайн. Это Chins and Roses. Не знаю, как переводится. В общем, что-то с розами. Здесь не восточная тематика. Здесь больше, наверное, европейская тематика. Видим кружева, вензеля, красивые розы. Но, мне кажется, вместе все равно будут смотреться гармонично. Потому что оттенки очень похожи. И вот такие ниточки в моточках. Ниточки на планшетке. И красивая канва молочного цвета. Очень-очень люблю эти наборчики. Хорошие. Так. И еще один набор. Вип-коллекции моей. Это Custom Crafts. Давно я мечтала заиметь несколько наборов. Боялась этих наборов, скажу вам честно. Потому что первые наборы этой фирмы были прогонистые. Не просто прогон, а вот такой жесткий прогон. С кучей одиночками. Ну вот, я сейчас вышиваю петуха от Custom Crafts. Схема проработана просто. На 5 баллов. Нет ни одной одиночки. Шикарно все идет. И я надеюсь, и этот набор меня тоже порадует. Здесь две совы. Ночь. Полная луна. Время такое полное таинств. И стражи леса. В общем-то, вышли на дозор, скажем так. Замечательные солушки. Вот так организован наборчик. Схема здесь идет в книжечке. Очень мне понравилась схема Custom Crafts. Конва сероватая. 14 каунта. И вот такие холодные нитки. Но тоже интересно будет повышивать. Ими не все же яркими вышивать. Нитки, кстати, у Custom Crafts немножко я прервалась. Потому что закончилась карта памяти. Я ее перезагрузила. И мы продолжаем. Осталось всего несколько наборчиков. И вот наборчик Вервака. У меня получается их два. Этот набор я тоже покупала здесь у нас в Греции. Размер работы будет 37 на 37 сантиметров. Очень необычный, редкий, я бы сказала, дизайн. Необычный, а редкий дизайн. Как только я его увидела, сразу поняла, что нужно брать. Несмотря на то, что он мне обошелся дороговато. И я решила, что такую редкость надо брать. И этот дизайн очень интерьерный. Подойдет в любую квартиру, в любой стиль. Здесь передаются теплые, нежные эмоции отношений мужчины и женщины. Поэтому всегда нужно иметь такой дизайн у себя. Мне очень нравятся такие сюжеты. Здесь, я думала, будет равномерочка. Но нет, здесь Аида. Такого молочно-желтоватого оттенка. И красивые ниточки такие нежные. Есть немножко и красных ярких. Такое сочетание. Замечательный сюжет. Обязательно его буду вышивать. Может быть даже в следующем году. Еще один наборчик, который я здесь приобрела. Это Ланарте. Дизайн Мария Ван Шаренбарк. Как-то так вот, посмотрите. Не знаю, как точно это считается. Индиан Дримс. Размер работы 27 на 24 сантиметра. Здесь представлена вот такая индианка. Индийская. Нет, как правильно сказать. Индейка. Ой, запуталась. В общем, девушка. Из индейского племени, так сказать. Индианка. Которая танцует, кружится в ритуальном танце. Сзади находится у нее ловец снов. И она пытается убаюкать вот малыша, который находится внизу в люлечке. Замечательный, тоже теплый такой сюжет интересный. Здесь шикарная, равномерная основа. И замечательные нитки. Вот сочетание этой основы, такого персикового цвета, неравномерно прокрашенного этих ниток. Это просто какое-то волшебство. Есть золотая ниточка и немножко бисера. Очень мне нравится вот этот синий цвет. Он здесь выбивается такой яркой полоской. Этот наборчик открытый, потому что он там у них завалявшийся. Вот так я его купила. Немножко порванный, немножко грязная канвушечка. Надо будет ее постирать. Но меня это не смущает, потому что этот дизайн тоже очень редкий. Давно, наверное, снят из производства. Пусть он у меня будет. Я его хочу вышивать. Мне нравится этот сюжет. Это проработка. Ну и последний наборчик из моей вип-коллекции. Это Тея Гувернюр. Да. Вот есть у меня один набор и от Теи. Я давно искала один набор с гортензией голубой, который мне уже помогли. Я уже его нашла. Но тогда я его найти не могла. Я делала заказ, проплатила денежку. Но оказалось, что этого набора уже нет и не привезут. И поэтому мне нужно было взять что-то на эту денежку. И я решила взять хотя бы этот набор. Он тоже очень красивый. Мне он тоже очень нравится. Но не было на льне и был только на черной аиде. Я решила, что я возьму, пусть даже на черной аиде я его возьму. А основу я уже потом сама заменю. Мне, честно, нравится больше на белом, на светлом льне. На черной основе как-то тоже красиво. Но мне больше нравятся светлые оттенки. Сейчас у меня такое настроение. Белые рамки. Знаете, все светлое, все такое воздушное. Поэтому буду менять основу. По-моему, вышивается в одну ниточку. И был очень недорогой этот дизайн. Этот наборчик. Поэтому я, в общем-то, его и взяла. И этому рада. Он мне тоже очень нравится. Вот, девочки, мои такие запасы первой коробки мы посмотрели. В следующем видео я вам покажу другие мои наборы.